Всем привет! Надеюсь, это заключительное видео по поводу того, как надо учиться топ-спину справа на примере того, как учился я и моих ошибок. То есть это, еще раз говорю, что все это озвученное в предыдущих видео, это чисто субъективное мнение того, как бы я учился, если бы сразу знал, как надо. Это видео я назвал «Ожидание топ-спин справа. Ожидание реальность». Прикол в том, что когда мы вообще видим этот топ-спин, как у людей получается, мы такие «Вау!». Или, знаете, первый раз ты встал за стол, на тебя сделали топ-спин справа, может даже не супер мощно, у тебя мяч крутил куда-то в космос, такой «Вау!». Вообще все надо, вообще учить эту штуку срочно, шикарно. Вот, потом ты начинаешь учить, у тебя получается не очень сильно. Поначалу ты вообще не понимаешь, зачем ты это делаешь, потому что люди держат мяч на столе, когда у тебя получается иногда сносит его плоско. Или ты видишь, как ты мучаешься с топ-спином по подрезке, а люди по подрезке лупят плоско и попадают, и не хуже тебя, а стабильнее. И ты вообще, зачем я вообще бросился учить этот топ-спин? Я даже как написал личное письмо Артему Уточкину, зачем я учу топ-спин, если вот у меня люди плоско, он такой, ну, тренируйся и у тебя получится. Вот, ну, видимо, у профессиональных спортсменов не стоит такого вопроса, но я с этим вопросом еще мучился, мне кажется, пару-тройку лет. Пока не посмотрел видео Валерия Заненко, который как раз очень четко объяснил, что до уровня КМС вам выигрышнее просто держать мяч на столе. Не важно, как много вы тренировались делать свой топ-спин, до определенного уровня он не будет приносить вам тех результатов, которые вы ожидаете. То есть до уровня КМС вам этот мяч выгоднее просто держать на столе, просто блоками. Люди атакуют, вы держите на столе, и иногда разовы делаете, и у вас больше шансов выиграть. Я знаю, сейчас на моем уровне куча людей, для которых топ-спин справа это далеко не основное оружие. Они умеют его делать, но при этом они и плоское могут сделать, и слева, или кто-то шипами играет. Или они, ну, там освоили скидки хорошо, или они мяч настолько хорошо держат, что я просто не могу их обыграть. В общем, топ-спин справа – это вовсе не панацея. Если смотреть на профессиональный спорт, да, без хорошего топ-спина справа никуда. И там сейчас, по-моему, тенденция, что он не то чтобы доминирует, но обязательно часть игры. Но любительском уровне до какого-то момента вообще непонятно, насколько он нужен. Вот. Если бы я учился сейчас делать топ-спин справа, я бы, наверное, научился сначала очень хорошо держать мяч на столе. Там вот блоки, подрезки, вот до идеального состояния. А потом уже потихоньку бы вводил топ-спин справа первый ход. Потому что я, получается, долго и много тренировался, а если люди на меня начинают атаковать, я вообще ничего не могу сделать. Если мне не дают сделать этот топ-спин справа, то я все, моя игра окончена. Или, например, у меня был последние полгода топ-спин справа, я без сомнения тренировал, но я больше тренировал прием-подач. Просто прием атаки, короткую игру где-то начинаю. Ну, потому что одним топ-спин справа ничего не сделаешь. Вот. Топ-спин слева подключаю. Потому что, когда я делаю там два мощных топ-спин справа, они кидают налево, я откидываю. Ну, там, не топ-спин, да, а так еле-еле откидываю. Люди атакуют на меня жестко, я ничего не могу сделать. Ну, опять же, без топ-спина слева уже тут приходится топ-спин слева включать. То есть, просто, когда я начинал его учить, мне казалось, вот я сейчас освою. Есть же спортсмены, которые топ-спин справа, по сути, весь стол перекрывают. И, ну, очень высокий уровень. Ты такой, так можно же так, но у них там уровень просто запредельный. Там, я не знаю, может ли у кого-то еще быть такой уровень, как у этих там пяти-десяти человек. Вот. Так что топ-спин справа это не последнее, что вам нужно. Может быть, вам даже и не нужно его там на уровне, не знаю, как у меня. Или у многих он есть, там, вот, тихонько они кидают одной рукой иногда. Да, может быть, на этом уровне он и вполне не подходит более чем. И не нужно его... Ну, я просто, если бы не кидал топ-спин справа, я бы вообще не играл в настольный теннис. Для меня это почти равноправные вещи. Потому что, ну, вот, я кайфую. Я его стараюсь довести до совершенства. И тот уровень, на котором я сейчас, он точно не конечный. Я еще много буду думать, много тренировать, много его переделывать. И все в таком духе. Как будет у вас, я не знаю, но в любом случае успехов вам.